Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Безопасность продуктов – залог здоровья нации. В Сочи эту тему обсуждают на международной конференции. Россия и Абхазия договорились о совместной борьбе с организованной преступностью. В Сочи соглашение подписали представители обеих сторон. Цены на проезд в Сочи приведут в соответствие со среднекраевыми. Билет в общественном транспорте подорожает на 3-4 рубля. 30 сочинских школьников готовятся к губернаторскому балу. Сейчас они активно разучивают сразу несколько танцев. Губернатор Кубани раскритиковал центральный пляж Анапы. По мнению Вениамина Кондратьева, он недостаточно чист и комфортен для отдыха. Глава региона прогулялся по пляжной полосе и пообщался с туристами. Вам нравится этот пляж? Нет, абсолютно нет. Он не нравится никому. Он не нравится никому, я согласен. Потому что, знаете, я еще раз говорю, что если мы говорим об Анапе как том курорте, который хочется возвращаться, то явно этот пляж на это не тянет. От мэра Анапы Вениамин Кондратьев потребовал привести в порядок центральный пляж курорта. Сейчас на нем даже не разровняли песок, привезенный для благоустройства. Если честно, мое точка зрения, я бы его от дикого пляжа с трудом бы отличил, этот пляж. Это пока нечто такое между пляжем и естественной полосой моря. Вот эти вот, то, что навезли, ну, коллеги, нужно сразу как бы уважать и себя, конечно, и курорты отдыхающие, которые здесь. Они уже лежат с зонтиками, а тут все еще куча песка, который насыпали для того, чтобы что-то потом разровнять. Ну, уже давно нужно было это сделать. В сезоне мы все сделаем. На сезон уже идет. Десять дней. Они за нас уже его открыли. Вон они ходят в шортах с зонтиками, и они уже отдыхают. В Анапе губернатор Краснодарского края сегодня провел заседание Совета безопасности по вопросам готовности региона к курортному сезону. Возродить рыбную промышленность и построить новый курорт. Такие задачи перед руководством Приморско-Ахтарского района накануне поставил губернатор края. Правда, воплощать их в жизнь будут новые люди. Глава Приморско-Ахтарского района покидает свой пост. Об этом стало известно после рабочей поездки Вениамина Кондратьева. Все подробности у наших краснодарских коллег. На современные условия в районной больнице в Приморско-Ахтарске пациентам рассчитывать не приходится. Когда здесь в последний раз был капитальный ремонт, не помнят и сами медики. Кстати, врачей в больнице не хватает, чтобы попасть на прием к специалисту. Людям приходится месяцами ждать в очереди. Как оцениваете уровень оказания медицинских условий в районе? Говорите. В общем, не записаться ни к одному специалисту. Кардиологу, таких узких специалистов. Кондокринологу я ждала целый месяц. С таким подходом мы далеко не уедем. Мы не будем себе искать оправдания. Давайте задим ей условия, чтобы она сказала, спасибо, все хорошо. Даже на ремонт деньги можно найти. А вот на содержание того, чтобы лечили хорошо и лечили качественно, вот это уже проблема в целом здесь, на месте. Жители Приморско-Ахтарска ждут не только приема врачей, но и новую школу. Местные власти уже год обещают ее построить. Но за все это время на пустыре так ничего и не появилось. Зато к приезду губернатора глава района распечатал красочную презентацию проекта. Красивая, конечно, фотография, или я бы иначе пока не скажу, намного красивее было бы, если бы это здание хотя бы уже фундаментом здесь начало красоваться. А так, знаете, дети вырастают, а эти все фотографии, они, правда, ветшают, но все равно остаются. Есть средства на типовые школы, исходя из того, что мы их уже рассчитали и предусмотрели. Вот если глава хочет сверхтиповой школы, пусть ищет источник другой финансирования под свою ответственность. Все. Но сроки никто никому нарушить не даст. Похожая ситуация и со строительством детской спортивной школы. Ее здание признали аварийным. Чтобы не прерывать тренировки, детей перевели заниматься на другие площадки. Проект нового спорткомплекса, который планируют возвести на месте разрушающиеся школы, уже разработан. Но местные власти никак не перейдут от слов к делу. Мы год назад были в этом же зале. Приехали через год, этот же зал, все то же самое, и опять мы говорим, что что-то планируем. Ну, снесите вы, грубо говоря, по-русски. И все. И скажите, что вот, площадка есть. А мы сегодня приехали, как в сказке, рыбаки и рыбки. Опять к тому же корыту, которая еще хуже становится. И явно, что ничего лучшего из этого не будет. Вы, как тот, кто на месте отвечает за жизнь, вообще и спортивную составляющую, должны понимать, что корыта нужно поменять. Хороших впечатлений не добавляет даже прогулка по городской набережной. Главной достопримечательностью ее точно не назовешь, замечает губернатор. На реконструкцию зоны отдыха из регионального бюджета выделили больше двух миллионов рублей. Здесь должны появиться велосипедные дорожки, клумбы и аквапарк. Если мы говорим о набережной, конечно, делать конкретно и делать быстро. Вот этот вопрос. Потому что вот этот источник тоже дополнительного финансирования для вашего района. У всех же ваших коллег эти набережные существуют. В лучшем, худшем состоянии. Но сегодня они у всех более-менее современные. Но Приморская старшая уже не хуже. Санторна – курортная отрасль района в глубоком застое. Хотя здесь есть лечебные грязи. А также можно развивать активные виды отдыха, такие как рыбалка и охота. Экономика района может получить огромные вливания при грамотном подходе к туристической сфере. Набережная – это якорь любого места. И оно при наличии набережной тут же превращается в курорт. Вот вы как оцениваете, может быть курортный потенциал у Приморска-Ахтарска? Потенциал есть огромнейший. И он, к сожалению, не используется. Загрузка очень низкая по сравнению со среднекраевой загрузкой. Если у нас 58% загрузка средств размещения по краю, то здесь она не более 19%. Еще один больной вопрос для Приморска-Ахтарска – состояние рыбной промышленности. Она всегда была основой экономики района. В советское время здесь работали и рыболовецкие флоты, и перерабатывающие заводы. Сейчас же из более чем 9 тысяч гектаров рыбоводных площадей используется всего полторы тысячи. А производство рыбы сократилось на 65 тонн. Основные причины – браконьерство и слабая работа с потенциальными инвесторами. По объему инвестиций район на последнем месте в регионе. Что нет ресурсов у района? Да, есть. Я думаю, что просто нужно уметь продавать ресурс. То есть менеджмент района должен научиться продавать потенциал района, в том числе на всех форумах и даже на сочинском форуме. Научиться продавать, агрессивно продавать потенциал района. Заходит инвестор, заходит жизнь. Заходят рабочие места, заходят налоги и бюджет. Значит, заходят те программы, которые можно реализовывать. При этом на фоне проседания рыбной отрасли Приморско-Ахтарский район показал рост в сельском хозяйстве. В прошлом году он стал лидером по урожаю зерновых в центральной зоне края. Это еще раз доказывает – для успешной экономики необходимо правильно расставлять приоритеты. После встречи с местными жителями Вениамин Кондратьев отдельно пообщался с главой района. Валерий Спичко рассказал губернатору, что решил покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Глава региона поблагодарил его за исполнение своих обязанностей и пожелал успехов на новом месте. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко. Безопасность пищевой продукции, ее производство и реализацию обсуждают в эти дни в Сочи на международной конференции, организованной Роспотребнадзором совместно с продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций. Минимизировать риски, связанные с использованием антимикробных препаратов, и обеспечить должное качество пищевых продуктов – одна из основных задач делового форума. 250 делегатов из 30 стран мира стали участниками международной конференции. Впервые встреча специалистов в области производства и обеспечения безопасности пищевой продукции проходит в России. Неслучайно выбрано и место проведения. Город Сочи, Краснодарский край, который является важнейшим аграрным регионом нашей страны. Для развития сельского хозяйства, в частности России, сегодня делается немало. Привлекаются инвестиции в аграрный сектор. В результате чего, подчеркивает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, агропромышленный комплекс показывает высокие результаты. Особое внимание безопасности продукции – это залог здоровья людей. Эта конференция призвана для того, чтобы обсудить проблемы, обсудить программу, обсудить новые научные подходы и дать старт к той программе, которая по распоряжению правительства Российской Федерации распространяется на пять государств для обоснования методологии и выработки мер, как снизить риск для здоровья населения от избыточного использования антибиотиков как в сельском хозяйстве, так и в других сферах. Встречи на международном уровне, в том числе с руководством продовольственной организации объединенных наций, показывают общность взглядов и необходимость объединить усилия для работы в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Мы говорим о глобальном сотрудничестве в рамках конференции, хотя она посвящена и проблемам региона. ФАУ в сотрудничестве со Всемирной Организацией Здравоохранения обработала информацию, полученную через исследования и разработала глобальный план действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Сегодня речь идет об инициативе России в сотрудничестве с ФАУ по внедрению плана действий в странах, где нет своих национальных программ в этой сфере. И Россия выступает здесь в качестве лидера. Для региона конференция играет немаловажную роль, поскольку производимая продукция реализуется не только на территории России. Краснодарский край является участником мирового рынка зерна, молочной и животноводческой продукции. Нам сегодня нужно совместить наши агнициозные задачи по наращиванию объема производства, конечно же, безопасности продукции, которую мы произведем. И это нелегкая задача. И благодаря, конечно, вот такой дискуссии, такой конференции, мы можем наладить конструктивный диалог между производителем, потребителем, конечно же, выстроить алгоритмы лицептожки, производства экологически чистой и безопасной продукции. Работа конференции продлится в течение двух дней. По ее результатам будут сформированы программы совместного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Рината Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Россия и Абхазия договорились о совместной борьбе с организованной преступностью. Сегодня в Сочи заместитель министра МВД России и министр внутренних дел Республики Абхазия подписали соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел. Совместный проект является частью реализации договора о стратегическом партнерстве. Совместный информационно-координационный центр расположится в городе Сухум. Вопросы его строительства и обеспечения материально-технической базой планируют решить за полгода. Руководить центром, включающим в себя три подразделения информационно-аналитическое, розыскное и криминалистическое российские и абхазские правоохранители будут по очереди. Директора планируют назначать сроком на три года. Как отметили Игорь Зубов и Аслан Кабахия, стороны довольно долго шли к подписанию данного соглашения. Работа над документом велась более двух лет. Теперь же вопросы обеспечения безопасности будут решаться более оперативно. Материал полностью согласован на всех уровнях. Он крайне важен, потому что он открывает дорогу для полноценного сотрудничества в данной сфере с привлечением к нему всех институтов правоохранительных России и Абхазии и с возможностью выхода на международное сотрудничество. Осуществляется в рамках суверенитета Российской Федерации и Республики Абхазия, то есть не затрагивает вопрос о компетенции исключительно каждого государства. И мы надеемся на позитивный результат. Проект называют совместным, в том числе и в вопросе финансирования. Первым долгом этот центр необходим нам. Мы через этот центр ожидаем оказания практической помощи МВД Республики Абхазия в плане подготовки специалистов, премистратической лаборатории и многое чего другое, которое нам не хватает. У нас очень много проблем, как мы здесь обсуждали по линии наркомании. А что такое наркомания? Это разбой, это грабежи, это кражи, это тяжелейшие аварии на дорогах. Абхазия – это действительно благодатная земля, это святая земля. Преступному сообществу там разгуляться никому никто не даст. Обсудили руководители ведомств в рамках договора о стратегическом партнерстве и поэтапное повышение денежного довольствия сотрудников МВД Абхазии. Ну а подарки в виде часов как символ отчета нового времени в российско-абхазских отношениях. Цены на проезд в Сочи приведут в соответствие со среднекраевыми. Ориентировочно с июня стоимость проезда на общественном транспорте на курорте поднимется на 3-4 рубля. Об этом сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи. По словам директора департамента Юрия Усачева, муниципалитету достаточно долго удавалось сдерживать рост цен на проезд. В последний раз в Сочи они поднимались в 2014 году. Между тем, все это время себестоимость перевозок неуклонно возрастала, учитывая постоянное подорожание топлива и комплектующих. В других крупных муниципалитетах Краснодарского края цены на проезд выше, чем в Сочи. К примеру, в Краснодаре и в Геленджике стоимость проезда на городском общественном транспорте составляет 23 рубля. Что касается предстоящего повышения в Сочи, то сумма, которую придется заплатить за проезд по внутригородским маршрутам, не превысит 22-23 рублей. На пригородных маршрутах проезд также подорожает на 30-40%. Причем это относится только к коммерческим перевозчикам. На муниципальных маршрутах повышения не планируется. В дальнейшем цена на муниципальных и коммерческих автобусах должна быть единой. В пятницу воды не будет в части центрального района Сочи. Причина – плановой ремонтной работы на водоводе по улице Плеханово. С 9 утра до 10 вечера без холодного водоснабжения останутся потребители по улицам Плеханово, Волжское, Загородное, Фадеево, Стартовое, Анапское, Полтавское, Крымское, Ландышевое и 73-й километр. В Российском международном олимпийском университете состоялась уникальная открытая лекция. Специальный гость – генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Синглеев. Все подробности узнаем далее. Открытая лекция была посвящена теме маркетинговой стратегии в отечественном спорте. Вопреки устойчивому мнению, Олимпийский комитет отнюдь не является государственным органом и работает исключительно как общественная организация. А потому нуждается в постоянном привлечении партнеров и спонсоров, которые оказывают содействие в развитии массового спорта. В данном случае речь идет о бренде команды России, который должен объединять спортсменов и болельщиков. Маркетинговая программа не пишется для получения денег, она пишется для того, чтобы вызвать определенное движение в массах, чтобы людям это было интересно, чтобы люди хотели к этому присоединиться, чтобы люди понимали, почему они присоединяются к этому движению. И самое главное, что они активно в этом принимают участие и получают от этого удовольствие и удовлетворение. Открытая лекция была образована в рамках реализации Олимпийской образовательной программы, которая включает более 10 учебных курсов, повышение квалификации специалистов в области спорта из разных регионов страны. Мы хотим поднять спорт высших достижений действительно на очень высокий план. И вот в этих курсах даются такие программы, даются обсуждения, встречи, очень полезные советы именно для работы в регионах и местах. Уже несколько лет Олимпийским университетам успешно реализуется проект открытой лектории. И все желающие могут свободно посещать лекции авторитетных экспертов в области спортивной индустрии. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. В Сочи прошел футбольный урок. Он посвящен предстоящему Кубку Конфедерации. Тематические лекции сегодня выслушали школьники из 11 городов, где в 2018 году состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Преподавателями на время урока стали футболисты, известные спортсмены, послы и волонтеры чемпионата. В Сочи сегодня о футболе говорили в 26-й школе. Лекцию провел директор волонтерского центра Сочинского госуниверситета. Именно в этом вузе производился набор и сейчас идет обучение добровольцев. Уже через месяц они будут работать на стадионе Фишт. 19 июня состоится матч между сборными Германии и Австралии. Кубок Конфедерации, или как его называют, фестиваль чемпионов – тестовое мероприятие перед чемпионатом мира 2018 года. Подробности этого важного футбольного турнира сегодня и узнали адлерские школьники. И, как оказалось, ребята уже многое знают о популярном виде спорта. У детей есть понимание, но, естественно, не у всех есть увлеченные футболом, которые отвечали сразу с ходу и про сборные, которые приедут к нам в Россию непосредственно в нашу. Были даже ребята, которые называли сборные конкретные, в какой день будут играть в городе Сочи. Для меня, конечно, это лестно и приятно, что уже дети есть конкретные, которые интересуются и Кубком Конфедерации в том числе. Футбол в 26-й школе – любимый вид спорта. Ученики 5-х, 6-х, 9-х и 11-х классов стали победителями всекубанской спартакиады и вышли в финал краевого соревнования. Он пройдет уже скоро в Краснодаре, поэтому за месяц до старта Кубка Конфедерации адлерские юные спортсмены вышли на поле и провели дружеский матч по мини-футболу. Это очень важно, потому что, во-первых, спорт закаляет человека, а футбол – это командный вид спорта, и он формирует коллектив. Поэтому, конечно, я считаю, что игровые виды спорта должны быть в школах. Уже сейчас можно смело сказать, Сочи готов к встрече участников Кубка Конфедерации. Жители знают многих чемпионов из разных государств и, конечно, будут активно поддерживать любимых футболистов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинские школьники готовятся к губернаторскому балу. Уже в 12-й раз он пройдет в конце июня в краевой столице. Участие в бале примут полторы тысячи лучших школьников из всех 44 муниципалитетов Кубани. Среди них 30 сочинских выпускников. Сейчас они продолжают активно готовиться к балу. Разучивают сразу несколько танцев. На одной из репетиций побывала наша съемочная группа. Сочинские школьники слились в губернаторском вальсе. На паркете медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, волонтеры, лидеры школьного ученического самоуправления. Конечно, многие школьники уже этим интересуются. И собирают портфолио. И очень многие, приходя к нам, рассказывают о том, что они общались уже с ребятами, которые побывали на губернаторском балу. Для многих это большое стремление и большое достижение попасть на этот бал. Таким достижением теперь могут похвастаться 30 сочинских школьников. Сегодня они активно готовятся к этому грандиозному для всех выпускников событию. Уже полтора месяца усердно репетируют. Разучили 8 абсолютно разных танцев. Вальс, твист, танго, джайв, сальсу, хастел, атаманочку и блюз. Движение классические, музыка современная. Та, которую сегодня слушает молодежь. С ребятами работает профессиональный хореограф. Елена Коновалова замечает, многие дети впервые пробуют себя в танце. И то, чему они научились сегодня, большое достижение. Очень многие, которые вообще не занимались хореографией. Поэтому на первых этапах было немножечко и страшновато для них. Но сейчас постепенно уже как-то они выравниваются. Мы, собственно, почти уже готовы. Мы сейчас работаем, уже остались над характером танцев, потому что они разнообразны и по характеру, и по стилям. Танцевать в Краснодаре юноши будут в черных строгих костюмах и бабочках. Девушки в длинных белых платьях и перчатках. Настоящий бал. Почувствовать себя Наташей Ростовой по-прежнему мечтают многие девчонки. Среди них и отличница, и художница Елизавета Полянцева. Я не скажу, что у меня хорошо получается, но я думаю, что я делаю с душой. Вот, это самое главное. Плюс меня повезло с партнером. И, конечно же, я познакомилась здесь с ребятами. Я очень рада, что меня выбрали. Я представляю, я в большом предвкушении этого вечера. У меня уже готово платье по секрету расскажу. Вот, и я очень жду. Ребята уже провели две репетиции в Краснодаре. В понедельник поедут на очередную. Всего же в балу примут участие полторы тысячи лучших выпускников со всего края. Бал пройдет в 12-й раз и уже во второй под открытым небом на площади перед законодательным собранием края. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Полтора века милосердия. В честь 150-летия общественной организации «Российский Красный Крест» сегодня около памятника «Подвиг во имя жизни» состоялось возложение цветов. Из уважения к традициям сочинского местного отделения «Российского Красного Креста» пришли ветераны Великой Отечественной войны, медсестры военных госпиталей, ветераны локальных войн, почетные доноры, а также молодогвардейцы и волонтеры Красного Креста. Возложили венки и корзину с цветами к памятнику «Подвиг во имя жизни». Не случайно. Милосердие – это то, что объединяет медицинских работников и активистов Красного Креста, которые сразу же откликаются, если люди попали в беду. Постоянное движение. И, конечно, если бы мы только сотрудниками, это 2-3 человека сотрудников Красного Креста, мы бы никогда не смогли выполнить те объемы работ, которые делает сегодня Красный Крест. Это только благодаря волонтерам. Волонтерам наших со средних образования, высших учебных. Это сгутик в основном у нас. Это волонтеры серебряного возраста. «Артпозитив» – так называется выставка, которая открылась сегодня в Литературно-мемориальном музее Николая Островского. Это работы студентов кафедры архитектуры и дизайна Сочинского госуниверситета. В выставочных залах музея представлены более 80 работ, выполненных в различных техниках. Это живопись, графика, батик, мозаика, витраж, квиллинг, декоративная штукатурка. Использование различных техник позволило участникам создать необычные работы. Здесь можно увидеть футуристические макеты зданий, а также точные копии культовых достопримечательностей, созданные будущими архитекторами. Нежные батики напоминают то подводные царства, то параллельные миры, созданные воображением художников. Техника марки 3, использованная художниками для создания пейзажных работ, позволяет по-новому увидеть красоту сочинских достопримечательностей. Студенты и выпускники кафедры архитектуры и дизайна являются призерами многочисленных конкурсов, таких как «Золотая оленя», «Дизайн-дебют», «Сочи-гостеприимный город», «Заводной апельсин» и других. Выставка будет работать до 18 июня. Хочется рыбы, не обязательно идти на море. На одном из городских интернет-порталов появилось забавное видео. Как утверждает автор, на улице Яна Фабрициуса в результате продолжительных дождей прямо из ливневой канализации на дорогу вместе с водой стала вытекать рыба. В результате незапланированной рыбалки предприимчивые сочинцы наловили с очком целых два ведра. Если не пожарим, так хоть котов накормим, сообщили рыбаки. Лето все ближе и у многих возникает вопрос, где разместить родных и близких из других городов. Что им посоветовать, чтобы и отель симпатичный был, и цена доступная, и с детьми было комфортно и безопасно. Ответ есть. Парк-отель Джаслоо объявляет о начале летнего сезона и предлагает для своих гостей комфортное размещение в номерах разных категорий. Качественное разнообразное питание, хорошая инфраструктура, конференц-зал, два бассейна, детская и спортивные площадки, контактный зоопарк, анимация для детей и взрослых, насыщенная культурная программа. Действуют майские скидки. Узнать подробности и забронировать места можно по телефону 8 800 22 22 704. Джаслоо. Отдых для всей семьи. Ну и в завершении выпуска информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. С вами была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.